Слушай, Даник, а вот как ты думаешь, сколько устройств в себе совмещает современный смартфон? Ну, даже не знаю, больше 20, наверное, смотри. Калькулятор, фонарик, будильник, часы, компьютер, аудиоплеер, ну, в принципе, перечислять можно очень-очень долго. Это точно. Вот, кстати, недавно в интернете наткнулась на одну очень интересную картинку. Снимок называется просто 1993 против 2013. Сверху на фотографии разложены самые прогрессивные девайсы 20-летней давности. Карманный компьютер Apple Newton, портативная видеокамера GVC, ноутбук Macintosh PowerBook, сотовый телефон, камера Polaroid, плеер Sony Walkman, пейджер и электронные часы. А на фото внизу iPhone. Да, и ведь не поспоришь, то, что раньше в рюкзак умещалось, ну, сегодня человек носит в кармане. Тем более хорошо, что современные телефоны обладают еще и очень хорошей камерой, с помощью которой можно делать почти профессиональные снимки. И в следующем сюжете как раз хотелось бы дать несколько советов по этой теме. Какие красивые профессиональные фото получились, правда, но вся фишка в том, что сделаны они были на современный смартфон. У многих из нас сегодня есть смартфон последнего поколения, который обладает самыми мощными техническими характеристиками. Но что еще важнее, там есть хорошая фотокамера. С помощью телефона можно делать хорошие профессиональные снимки. Более того, с помощью телефона можно снимать кино. Да, уже и такие моменты есть. Андрей – профессиональный фотограф. Не важно, какая камера будет у него в руках, Ведь главное умение фотографа заключается в том, чтобы правильно выстроить композицию, поставить свет и найти интересный кадр. И этому можно научиться. Научиться фотографировать можно и нужно. Вопрос в желании. То есть есть желание научиться, человек идет и учится. Нет желания, ну и все. Сегодня мы раскроем несколько секретов, зная которые, даже с помощью камеры на мобильном телефоне можно будет делать профессиональные снимки. Андрей, скажите, пожалуйста, сколько мегапикселей должно быть в телефонной камере, чтобы делать почти профессиональные снимки? Ну, профессиональные снимки вряд ли будут зависеть от количества мегапикселей в камере. То есть это больше взгляд у меня, там, выстраивать композицию, свет и все там. В принципе, современные камеры позволяют делать снимки достаточно профессионального качества. Ну, хорошо. А теперь мы постараемся раскрыть все секреты. И для начала поговорим о главном оружии фотографов – свете. На самом деле, для того, чтобы правильно выставить свет для фотосессии, можно воспользоваться подручными инструментами. При достаточно малом освещении камеры выдают шумы, так называемые. Если сейчас увеличить фотографию, мы получим очень плохое изображение. Теперь нам надо это просто исправить подручными средствами. Открываем окно. На хороший снимок главное не жалеть света. Можно воспользоваться дневным светом или поставить лампу, например. Однако, это не все. Бывает ситуация еще и вот такого плана, когда у нас очень большой контраст между светом и тенью. Как вариант, если такое случается, и это некрасиво, не всегда это некрасиво, мы можем использовать все, что есть под руками. В данном случае я буду использовать, ну, у меня большой лист пенопласта, но вы можете использовать все, что угодно. Вот так было до того, как мы поставили пенопласт. Вот так стало. Даже на самом простом телефоне с камерой теперь можно установить на экране сетку золотого сечения. Она поможет вам правильно расположить объект в кадре. Сетка делит кадр, то, что вы видите, да, на три части по горизонтали и по вертикали. Самые главные вещи, ну, то есть те вещи, которые вы хотите выделить, те вещи, на которые вы хотите сделать акцент, да, те вещи, на которые вы считаете, что должен человек обратить внимание, да, в идеале размещать на пересечении этих трех, ну, этих линий. Таким образом сетка поможет вам правильно выбрать композицию. Главное ей не пренебрегать. В идеале, да, что происходит, если сейчас посмотреть, то у нас лицо, то есть треугольник, глаза, губы, да, вписан вот в этот вот такой вот. То есть, в принципе, это достаточно хорошо, то есть мы практически хороший портрет получим. Да? То есть, да, мы зарезали немножко вверх. Ничего страшного. Абсолютно. И еще несколько советов, как делать хорошие снимки на смартфон. Собственно говоря, маленькие хитрости, да. Плохо, когда в кадре слишком много цвета разного и абсолютно несочетаемого. Я говорю, например, если снимать, например, вечером, да, то можно, там, используя свет из окна, он будет синим, да, да, приставить сюда лампу, она будет желтой, да, и здесь еще будет какое-нибудь зеленое отражение, да, ватт-свет, и это будет тоже не очень хорошо. Для того, чтобы как бы не исказить пропорции человека и не сделать его смешным, вот, там, я не знаю, с большой головой и маленькими ногами, например, лучше всего немножко сделать зум. Кадрировать фотографию, то есть я имею в виду вписывать человека в рамку кадра, да, в зависимости уже непосредственно ногами от того, что вы хотите получить. То есть, чтобы увеличить или уменьшить человека в кадре, лучше подойти к нему или наоборот отойти. Зум в таких камерах не самый хороший. И еще одна интересная фишка. Необычные фото можно делать при помощи обычного целлофанового пакета, надетого на объектив. Правда, на объектив смартфона пакет надеть будет сложно. Это совет скорее для тех, кто использует фотоаппарат отдельно. Что можно сделать с помощью пакета? Да, это закрываем части кадра, да, их можно просто-напросто размыть, да, после. То есть эти вещи можно спокойно размывать. Как вариант, поставьте стекло перед объективом, намажьте его вазелином так, как вам надо. Так что теперь всем любителям креативных фотосессий и необычных профессиональных снимков не обязательно носить с собой дорогущий зеркальный фотоаппарат. Можно воспользоваться мобильной камерой, которая всегда с собой.